И люди будут идти до конца. Я в них верю. Я им верю. И доверие я оправдаю людей, которые давляют в виду. А вот до специальности кто по военной? По военной специальности просто автоматчик. А еще у меня не окончено медицинское образование. Выполняю обязанности медсестры. Показываю первую медицинскую помощь. После присяги вы сейчас сразу на пост пойдете? Конечно, обязательно. Присягьтесь, пожалуйста. Николай Анкана Степановна. Коренная луганчанка. Спасибо. Не хочу, чтобы фашисты от этих пришли и тут руководили. Которые свое мнение единственное считают, что правильно. Сами пришли к власти. Считают, другие не должны свое мнение рассказывать. Нас собирают. Я, боец, фамилия, имя, отчество. Торжественно присягаю на верность своему отечеству и народу. Клянусь строго выполнять приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг. Мужественно защищать свободу, независимость республики, народ, отечество и веру. Кто не согласен с текстом присяги? Не согласны, к ним. Батальон, становись. Равняйся. Смирно. Принятие присяги готов. Я, командир 3-го воздушно-десантного батальона Станично-Луганского направления Севатрия Александровича. Торжественно присягаю на верность своему отечеству и народу. Клянусь строго выполнять приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг. Мужественно защищать свободу и независимость республики, народ, отечество и веру. Командирам подразделений привезти к присяге свой личный состав. Я, командир первой роты ВДВ, мельник Андрей Александрович. Торжественно присягаю на верность своему отечеству и народу. Клянусь строго выполнять приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг. Мужественно защищать свободу и независимость республики, народ, отечество и веру. Клянусь строго выполнять приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинских долг. Мужественно защищать свободу и независимость республики, народ, отечество и веру. Клянусь строго выполнять в виде республики, народ, отечество и веру. Клянусь строго выполнять в виде республики, народ, отечество и веру. Поздравляю вас с принятием воинской присянии и с формированием полноценного 3-го Станично-Луганского десантного батальона. Ура! 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 Батальон! Дальше! Вон! Прямо шага! Варш! Все на позицию! На машина! Сегодня в Луганской. И представьтесь, пожалуйста, сначала целиком. Я Лопин Валерий Владимирович, заместитель командира батальона, 3-го батальона воздушно-десантных войск Станично-Луганского направления Луганской народной республики. Сегодня в нашей республике произошло великое событие, торжественное событие, где было сформировано одно из воинских подразделений воздушно-десантных войск Луганской народной республики. И мы бойцы Луганщины хотим сказать на весь мир, всему народу Украины, что мы не сепаратисты, а мы обыкновенные миряне, которые боремся за свою независимость, которые боремся за свое счастье, счастье своих детей и внуков. Мы не хотим ни капельки крови, чтобы пролилось наших украинцев, русских и людей других национальностей. Основная задача нашего подразделения сохранить нашу Луганщину, Донеччину, то есть создать ту независимую республику, которая была потеряна на протяжении 20 этих 4 лет. Что мы увидим на сегодняшний день? Мы видим боль матерей, жен, отцов, погибших ребят, которые являются на сегодняшний день элитой. Элитой нашей маленькой, новенькой республики Луганщины. Я хотел бы сказать всему правительству, пожалуйста, прекратите геноцид над украинским народом, над россиянами, которые в основной части живут на территории Донбасса. Мы хотим всех предупредить, всех, кто поднимет меч на нашу народную республику, от этого меча и погибнет. Мы хотим, чтобы ни одна бомба больше не упала на нашу землю. Мы хотим выращивать хлеб. Мы хотим, чтобы молодые девушки рожали детей и не боялись, что их будут бомбить градами, минометами, самолетами. Сколько можно терпеть вот этого безобразия, которое хунта, издеваясь над нашим народом, она издевается не только над народом, она полностью издевается над всем миром. Если города Луганска, а вы знаете, у нас особенно окраины, они разрушены практически, то мы хотели бы, чтобы больше сегодняшнего дня ни одна пуля не просвистела над мирными гражданами. Ни одна бомба не упала на мирное население. Ни один дом, ни один очаг не должен быть разрушен. Вот для этого и создано само подразделение, которое будет защищать наш луганский народ. Скажите, пожалуйста, все-таки кто эти новобранцы, откуда они взялись, сразу 400 человек? Будем говорить так, само подразделение формировалось, будем говорить, в последнее время из военных профессий, именно из воздушно-десантных войск. Основная мастерство. Сюда влились афганцы, те, которые прошли боевые действия в Афганистане. Это люди пожилого возраста, среднего, ну и молодежь, которую вы видели на присяге. Сегодня я хотел бы, чтобы вы показали передоводец именно тех бойцов, которые не смогли сегодня торжественно принять эту присягу здесь, а будут торжественную присягу принимать непосредственно в окопах при выполнении своих воинских обязанностей. Скажите, а есть среди них вот такие зеленые ребята, которые еще не воевали вообще и не проходили? Да, есть молодежь, но она представлена к наставникам воздушно-десантных войск, и каждый из этих наставников несет персональную ответственность за это молодого бойца. Он его воспитывает, он растит, в нем вот этот боевой патриотический дух, ну и, собственно говоря, учит его воевать. Благодарю за внимание. Спасибо. Молодежь, так аккуратнее нужно будет с такими вещами. Представьтесь, пожалуйста. Николенко наставник. Радо, расскажите, что чувствуете принят в лисяг? У меня сейчас такая гордость, радость. Душа развернулась, сами видите, глаза сияют, эйфория страшнейшая. Я очень рад, что как бы узаконились, потому что раньше, как нас называли, не организованы. Почему решила, потому что должна быть справедливость, должен быть мир, не должны погибать не только мирные жители, вообще не должны быть. Но раз уж так произошло, то свою землю, свой народ, я буду защищать, охранять всеми возможными способами, и даже невозможными. Должен быть мир, ну, любой ценой. А на самом начале стоите? Я не то что заставила вручение, я еще с 18-го в Смоленского парка проехал, 21-го в Луганск, заставила палаточный городок. Луганск и главный поток не назывались, но зайдя в здание, 6-го числа я снялась себя по помощи рекоменданта палаточного городка. Так же по совместительству казначей, я так вот взяла, что я уже разговаривал золк, я не могла контролировать все происходящее за периметром. Умная, красивая не получается. Это 21-го века, в каком марте еще? В феврале месяце, 17-го числа, это Мариинский парк, 19-й Мариинский парк, 20-й Мариинский парк, 21-го уже в Луганске, с главной палаткой. Артем, ты где? Скажите, какая у вас профессия гражданская, есть ли семья, дети? Я одинокая мама, у меня есть сын, 13-летний, Лазарий. Сейчас находится в Крыму, в связи с такими нашими происшествиями. Я абсолютно мирный человек, у меня не оконченное медицинское образование, не военно обязанное. Работала на заводе на производстве пластиковых окон и занималась наружным утеплением. Жизнь загнала, залезть на высоту, боялась очень сильно. Сын переживает сейчас? Очень сильно переживает, к телефону связываемся. Нормально, говорит, принимают, беженцев, детей, ополченцев. Помогают, чем могут, тяжело, конечно. В плане финансовом, в плане последним рейсом, возможно, не совсем. А как он относился к тому, что мама у него стоит? Он очень хорошо относился. Он у меня активист, он у меня участвовал, хотя вы знаете, как дети вне политики, он у меня очень политически образованный мальчик. Он очень любил, писал стихи, это такие стихи, что администрация. Я готовил на этот год на независимость Украины, очень это связь стихотворимый, в связи с вами, в связи с вами. Очень любил Украину, очень, очень болел всегда за все команды, всегда на всех митингах, на всех. Он всегда пишет политические стихи, помогал нашим политическим деятелям, перекладываясь в полную форму, в их непредвиденные компании. Так что... Я вижу, что и вы ненавидите мир. Почему так? Понимаете право, никогда начинают тиранить народ, начиная с самого малого. Понимаете, полгода показывать людям, что вооруженные люди в центре Украины, в самом сердце, в Киеве, в столице, я говорю, с оружием, совершая вооруженный переворот. Беспредел полный, пролитая кровь. Понимаете, люди уже принимают это как должное. Вот. Я не согласен со сменой власти, которая пришла нелегитимно с помощью вооруженного переворота. Мы уже не могли дойти до выборов. Я не знаю, у нас есть очень много способов изменить власть. Мы только не таким способом это не решили. И люди, которые, будем говорить, даже не хулиганские действия совершали преступления, все это на камеру, все это средства массовой информации преподносили как герои Украины. А людей, которые выказали свое недоверие к этой власти, просто хотели высказать свое мнение, стали сразу секретартистами, стали сразу преследоваться. По уголовному кодексу стали заводить уголовные дела. Да, что там говорить, даже не то, что начали просто по беспределу воровать людей, держать в камерах незаконно. Вот, начали тиранить семьи. На палаточном городке мы охранили памятники. Что мы сделали? Я же не еду разрушать памятник. Я же не еду в Германию разрушать технику. Что мы в этом не можем? Ну, ситуация с такого плана складывается, что сердце мое сейчас уже не вне. Не важно какой ценой, любой ценой, я буду отстаивать свободу, вероисповедание и безопасность своего народа. Не важно какой ценой. Мне многие говорят, одумайся, не донат будет сирота. Да, вы знаете, при любой войне были сироты, но хорошее государство воспитает и хорошего сирота. Хорошим, достойным гражданином. Если суждено, значит, можно и дома лежу в постели уйдеть в этом день. Но пусть это будет как-то достойно. Молчать не могу и не буду. Я очень рад, что со мной рядом находятся такие люди, к которым я доверяю. Я чувствую надежный тыл. Конечно, хотелось бы единственное, чтобы местное население как-то прочувствовало более раньше, чем к ним горе придет в каждый дом. Пускай они потом переоценили ситуацию. Сложившаяся ситуация, в многом я переоценилась и ценности. Нет ничего дороже человеческой жизни и свободы. Очень люблю свою родину, свою землю, свой народ, своего сына. Броса буду до конца. Никто никогда не поработит Луганщину. Никогда. Хорошо, спасибо большое. Понимаешь, что вопрос некрасивый? Сколько вам лет? 38 лет. 3 июня я спал. Сыну моему 13. Спасибо вам большое. Спасибо.